Цены на Toyota Camry достигли таких заоблачных высот, что любители японских седанов стали искать более дешевые альтернативные варианты. Но, может быть, нет смысла отказываться от Toyota, а просто взять машину классом пониже. Например, вот такую Corolla серии E140, E150. Что ж, давайте ее и рассмотрим. С вами Петр Баканов и программа «Поддержанные автомобили». Ну что, каков он, японский гольф-класс, бывший в употреблении? А японский гольф-класс нынче дорог. Ведь свои седаны хозяева готовы отдать минимум за 300-350 тысяч рублей. Что удивительно, этим экземплярам без малого 15 лет, так как 10-е поколение Corolla встало на конвейер осенью 2006-го. Четыре года спустя случился рестайлинг. К таким Toyota можно прицениваться, имея минимум полмиллиона рублей. И это за машину-десятилетку. Ну а самые свежие варианты стоят 800-900 тысяч, а ведь это уже территория Камри. Между тем, у старшей и младшей сестер есть одна общая черта – неважное качество лакокрасочного покрытия. Царапины и сколы вырастают на кузове буквально из ниоткуда. Но это половина беды. Вторая половина проблемы – коррозия днища. Не думайте, что японская техника не ржавеет. Вывесив седан на подъемнике, вы можете обнаружить весьма неприглядную картину. Все будет хорошо, если прежние владельцы тратились на дополнительный антикор. Но много ли вы таких сердобольных найдете? С интерьером ситуация тоже нерадужная. Встретив свежие чехлы на сидениях, не удивляйтесь такому народному тюнингу. Вероятно, продавец просто не захотел пугать вас ужасающим видом родных обивок. Ткань кресел выцветала и растягивалась всего за 4-5 годков. Столько же времени хватало кнопкам на двери и панели, чтобы облысеть до неприглядного состояния. Следующая проблема, о которой мы хотим рассказать, опасна не для жизни, а для кошелька владельца. Речь идет о ремне приводов вспомогательных агрегатов. На машинах с бензиновыми двигателями и распределенным впрыском у него нет автоматического натяжителя. Поэтому за состоянием натяжения нужно следить самому. Ибо перетянутый ремень мгновенно убьет как водяную помпу, так и подшипники генератора. Остальное мелочи. Скажем, при отказе стекол опускаться, смотрите не электрическую часть, а механическую. Обычно механизм стеклоподъемника банально закисает от времени, требуя смазки. Кстати, про смазку. Общая рекомендация для всех двигателей марки Toyota. Не ждите, когда одометр отчитает 10 тысяч, а меняйте масло через 7-8 тысяч километров пробега. Это продлит жизнь не только одноразовым моторам, но и системе регулировки фаз газораспределения. Само масло лучше заливать 5W40, хотя владельцы обычно применяют 0W20 либо 0W30. Между тем, с последними вариантами, шансов, что поршневые колечки залягут, гораздо больше. Это не наша придумка, а наблюдение клубных сервисов, которые ремонтируют только Toyota и Lexus. И мы не случайно назвали рядные четверки одноразовыми. Из-за отсутствия ремонтных размеров и тонкостенного блока реанимация двигателя попросту невозможна. Поэтому постарайтесь установить пробег автомобиля предельно точно. Если он сильно скручен, покупка нового движка будет за вами. Ну и поспрашивайте владельца, как он эксплуатировал свою ласточку. Ведь она любит, чтобы свечи меняли каждые 40, антифриз каждые 50, а топливный фильтр каждые 20 тысяч километров пробега. Corolla супернадежный автомобиль. На нем можно проездить 10-20 лет, планово делает его, и после этого проездить еще ровно столько же. Она настоящая рабочая лошадка, которая ездит много и часто. Это очень популярный и ликвидный автомобиль, и именно поэтому у нее очень часто большие пробеги. Поэтому мы рекомендуем всегда обращать внимание на оригинальность пробега. Автомама тщательно проверяет каждый свой автомобиль, и именно поэтому все повреждения указаны в карточке автомобиля на нашем сайте automama.ru. Давайте более подробно поговорим о нашем автомобиле. У автомобиля оригинальный пробег 174 тысячи километров, что в принципе является нормальным для 9-летнего автомобиля. Проверяем пробег мы по большому количеству баз, включая автокод и автотеку. Кстати говоря, у автомобиля нет ни одного ДТП в базе, и за последние три года у него всего два собственника. Автомама уверена в каждом своем автомобиле, и именно поэтому мы предоставляем на них свои гарантии. Ждем вас в гости! До 2008 года младшим мотором был агрегат серии 4ZZ. Это агрегат родом из конца 90-х, ресурс которого около четверти миллиона километров. При этом поначалу атмосферник попортил немало крови своим владельцам, ведь элегантные поршневые кольца могли залечь на почти новой машине. В 2001 году Toyota отчиталась об устранении проблемы, хотя на самом деле ситуация стала лишь чуточку лучше. Ну а ревизия 2005 года, когда состоялась замена поршневой группы и поддона Картера, уже точно решила вопрос масложора. Между тем, на излете карьеры рядную четверку накрыла очень неприятная болезнь под названием продольный люфт коленчатого вала. Так что заслышав посторонний звук при выжатом сцеплении, не спешите заказывать выжимной подшипник. Возможно, что вам понадобится не он, а коленчатый вал, упорные полукольца, а также вкладыши подшипников. И стоить такой комплект из-за отсутствия сторонних аналогов будет просто астрономическую сумму. Но если повезет, дело ограничится лишь установкой ремонтных полуколец. Цепной привод механизма газораспределения обычно считается достоинством, но линейка 4ZZ исключение из правил. Цепи редко хватает более чем на 100 тысяч километров пробега. Уж лучше бы мотористы поставили обычный ремень. Тем более, что при перескоке стальной змейки происходит фатальное разрушение, поэтому восстанавливать такой движок не имеет никакого смысла. Также убить агрегат может банальный перегрев. Тем более, что ненадежный термостат — еще одна особенность этой модификации. С 2008 года на Короллах появился другой движок объемом 1,33 литра серии 1NR. Встречается он фантастически редко, но мы все равно уделим ему внимание. Ведь главный его минус — это неуемное потребление масла, которое признала даже сама Тойота. Правда, японцы выпустили сервисный бюллетень, когда 10-е поколение уже сходило со сцены, а точнее в 2013 году. Поэтому некоторым везунчикам, у которых машины были на гарантии, двигатели перебрали бесплатно. Между тем, переборка — штука хлопотная. По регламенту, чтобы избавиться от масложора, нужно поменять форсунки масляной системы, крышку головки блока цилиндров и поршни. При этом при замене поршней Тойота категорически запрещает использовать старые шатуны. В итоге только за запчасти придется отдать 70-80 тысяч рублей. И опять же, ребята из страны восходящего солнца снова применили цепной привод газораспределительного механизма. Хотя здесь ему отпущены уже 120-150 тысяч километров. А посему бросьте эту малокубаторную экзотику и делайте ставку на вариант покрупнее, объемом 1,6 литра. Это будет серия 1ZR, ресурс которой — 400 тысяч километров. У этой версии привод газораспределительного механизма тоже цепной. И он тоже может издавать шумы после 100 тысяч километров пробега. Но обычно замена цепи требуется где-то после 150 тысяч. Поэтому хотите сэкономить — терпите шумы. А вот утечку масла терпеть, конечно же, нельзя. Ее источником часто оказывается масляный фильтр. Но следить за его сухостью крайне тяжело, потому что по прихоти японских конструкторов он располагается сзади двигателя в его нижней части. Кроме бензиновых, на эту Toyota вдобавок ставились дизельные моторы, самый популярный из которых мощностью 90 сил. Официально у нас такие не продавались, но иногда встречаются на машинах, привезенных из Европы. Иногда это примерно полтора десятка объявлений на всю страну. К подобной экзотике не имеет смысла даже прицениваться. Потом не найдешь ни запчастей, ни мастеров. А подержанному дизелю и то, и другое обязательно понадобится. Как вы думаете, почему после рестайлинга на Corolla вдруг начали ставить древний четырехдиапазонный автомат марки Aisin? Да потому что ставка на робот собственной конструкции не сработала. А дело было так. Чтобы не закупать полноценный автомат на стороне, в Toyota решили взять обычную механическую пятиступку, которой затем приделать актуаторы. То есть по команде электронники сервомоторы занимались переключением передач и выжимали сцепление. Нет, с точки зрения механической части, примитивный робот под названием ММТ очень даже хорош. Правда, в силу возраста придется приглядывать за сальниками коробки. Зато редукторная часть почти вечная, а подшипники валов ходят по 200, а то и 300 тысяч километров. Правда, их замена процесс недешевый. Откровенно не удалась как раз электрическая навеска. Владельцы почти новых Toyota атаковали дилерские центры, требуя сделать что угодно, лишь бы коробка делала свою работу хоть сколько-нибудь плавно. Резкие переключения стали бичом этой трансмиссии из-за банальной ошибки программистов. Они, как оказалось, поначалу забыли прописать, что электроника должна менять характер переключений, отталкиваясь от износа сцепления. В итоге с каждой пройденной тысячи километров агрегат переключал передачи все жестче и жестче. Более-менее адекватно мозги работают только на машинах моложе 2009 года. Теоретически, более старым седанам свежий блок управления должны были внедрить по гарантии. Если, конечно, хозяин не упустил этот момент. Кстати, удивительное дело. Обычно системы подобного толка берегут фрикционные накладки, но не тойотовское устройство. На первых парах ведомый диск сцепления выхаживал максимум 50 тысяч километров. Вдобавок массовым мором отличались и дорогущие актуаторы. А корзину сцепления и приводы приходилось усиливать не единожды. Поэтому при ремонте робота берите только самые свежие версии запчастей. А лучше откажитесь от ММТ в пользу того самого автомата, о котором мы говорили чуть раньше. Собственно, трансмиссионную тему мы как раз продолжим коротким обзором автомата U340E от Asin. Естественно, четыре ступени сразу намекают на нерасторопный характер переключений и повышенный расход топлива. Но зато взамен старенький агрегат готов гарантировать фантастическую выносливость. У водителей со спокойной манерой езды, которые регулярно обновляют трансмиссионку, четырехступка отправляется на капремонт только после трех сотен тысяч пробега. Сам ремонт частенько ограничивается лишь чисткой гидроблока до замены расходников. А в случае, что посерьезнее, то есть смысл приобрести контрактную коробку. Благо их много и стоят они недорого. И даже странно, зачем, имея столь удачный автомат, надо было делать ставку на примитивный робот? Хотя на эти грабли наступили очень-очень многие производители. К слову, роботов и автоматов на вторичке представлено примерно поровну, поэтому не промахнитесь. А если третья педаль не кажется анахронизмом, можно смело рассматривать механические модификации. У них сцепление служит примерно 120 тысяч километров, а при его замене есть смысл провести ревизию сальника в коробке. Наверное, глупо объяснять, что агрегат без масла не жилец. И еще, до рестайлинга японке гольф-класса полагался пятиступенчатый узел, а после свежий вариант на шесть ступеней. Оба, как сказано ранее, фантастически надежны, хотя шестиступку принято ругать за более шумную работу. И все же, в извечном споре надежность против управляемости Toyota проголосовала за первую, если мы говорим про ходовку. Поэтому сзади стоит не капризная многорычажка, а простенькая полузависимая балка. И это здорово. Да, Corolla не отличается драйверскими ездовыми повадками, зато задняя подвеска не требует никакого внимания долгие сотни тысяч километров. И даже амортизаторы в отсутствие перегруза служат по 150 тысяч километров. Столько же и даже больше готовы отслужить и ступичные подшипники. Но не прелесть ли? По большому счету, в ходовой огорчить могут только втулки и стойки переднего стабилизатора. У рестайлинга им отпущено максимум 80 тысяч километров, а у дореформенных машин вдвое меньше. Также дорестайл огорчал низкой ходимостью опорных подшипников. А вот немногочисленные сайлент-блоки до шаровой опоры – это образец долговечности. Почитайте отзывы владельцев. Седан откатал 200-300 тысяч километров, а эти детали до сих пор остались нетронутыми. В общем, за подвеску японцам не должно быть стыдно. Чего не скажешь про рулевое управление. Его извечная проблема – это контакты электрического усилителя. Из-за потери питания руль вдруг может стать тяжелым, что здорово напугает неопытного водителя. И если такое хоть однажды случилось, спешите решать вопрос. Конечно, новый блок управления стоит космическую сумму, но на продажу выставлено довольно много поддержанных мозгов. Вот только они тоже могут оказаться глючными. Поэтому берите свой блок управления электроусилителем, который располагается примерно вот здесь, и немедленно отдавайте для починки хорошему электрику. Благо, банальная перепайка спасет ситуацию. Еще одно недорогое решение найдено для рулевой рейки. Сам механизм может отслужить и четверть миллиона километров, но в терапластовой втулочке считай одноразовой. Естественно, сама Toyota подобными мелочами не занимается. Однако частники уже давно наладили выпуск подобных деталюшек, а мастера уже научились прилаживать их по месту. И все довольны. Ну, почти довольны, поскольку источниками стуков могут оказаться не только пресловутые втулки. И причин посторонних звуков может быть множество. В одном только электроусилители подвести могут подшипники, шлицы редуктора, а также шлицевое соединение верхнего выходного вала. И это не считая слабеньких рулевых крестовин. В общем, японским качеством здесь не пахнет. Хотя перед самой отставкой в середине 12-го года «Короле» неожиданно перепал доработанный механизм, с которым хлопот будет гораздо меньше. И только правая опорная втулка рейки, знаменитая своим грохотом, осталась прежней. И напоследок пройдемся по тормозам. Общетойотовская напасть закисающие механизмы не обошла «Королу» стороной. Поэтому под каждую замену моторного масла будет полезно подгадывать чистку и смазку направляющих суппортов. Заодно оцените состояние датчиков АБС. Их разъемы быстро отгнивают от наших реагентов. С дисками и колодками тоже засада. Оригинальной детали ходит слишком мало. Так что придется покопаться на форумах, чтобы подобрать долговечный аналог. Финальный вывод будет неожиданно длинным. Той надежности, что гарантирует любая из Камри, ее младшая сестра точно не гарантирует. С другой стороны, как мы выяснили, «Королла» — «Короле» рознь. Малокубатурные движки не чита нормальному двигателю 1.6, а односцепленчатый робот — прославленному четырехступенчатому автомату. Поэтому если отбросить младшие моторы и капризную роботизированную коробку передач, то такая японская королева по надежности будет выгодно отличаться не только от своих сестер, но и от одноклассников тех лет. Это была программа «Поддержанные автомобили» и я, ее ведущий Петр Баканов. И помните, главное — сделать правильный выбор. Как минимум в пользу рестайлинговой версии и автомата. Желаю удачи!